Сто лет назад, что было? Ведемия испанки. Всё, блядь, то же самое до мелочей. Технологии управления обществом, вот социальные технологии, они не меняются, они остаются неизменными на протяжении столетий. Если что-то работает хорошо, зачем это менять? Не зачем, в принципе, менять, если она работает. Не зачем. Вот она работает, она работает хорошо. Вот она выполняет тот функционал, который в неё заложен. Этими инструментами пользуются на протяжении столетий. Сейчас у тебя вот этот коронавирус. Сто лет назад это была эпидемия испанки. Двести лет назад там была какая-то другая эпидемия, но в это же время. Смысл от этого не меняется, понимаешь? То есть вот у тебя задача очень простая. Разделение государств. Просто отделяешь государство друг от друга, потому что у тебя люди перестают ездить туда-сюда, но эпидемия же. И, соответственно, разрываются экономические связи. Налаженные за столетия. Вот и всё. Довицы перед отдохнуть, погулять без масочки. Сейчас ближе к зиме будет вторая волна коронавируса. Процессы-то не закончены. Понимаешь? То есть вот общие мировые процессы, которые происходят в результате вот этого вот эпидемии, они ещё не закончены. Чё, у нас в Воронеже уже, ну, чина называется, пока в рекомендательном характере, но уже заставляют нас, нет, масочки во всех местах оденьки, перчаточки тоже. Ты сейчас говоришь о таких вещах, вот ты на данный момент говоришь о таких вещах, которые являются вот самодеятельностью местечковых властей. Вот у вас местечковая власть там купила какие-нибудь заводики по производству масок, затарилась перчаточками, масочками на продажу. Вот, и они, соответственно, хотят получать с этого прибыль. Поэтому вот они вас там дрессируют, как собак. И, соответственно, на вас навариваются. Абсолютно нормальная практика. А почему нет, если можно навариться? Без проблем. В данном случае вот у тебя люди, которые... Ну, я много раз говорил, да, то есть вот вы сейчас живете в обществе, которое находится на последней стадии деградации. То есть это вот вырожденцы и дегенераты, которые вообще не понимают, в каком мире они живут. То есть уровень образования на уровне плинтуса, то есть это, ну, люди, которые очень мало чем отличаются от двуногих говорящих обезьян. Очень мало чем. Сами ходят, сами говорят, да. Но при этом на простейшие вопросы они не способны ответить, потому что, ну, нету минимального даже набора знаний у человека. Поэтому в данном случае вот этих людей абсолютно спокойно можно запугать чем угодно, заставить делать все, что угодно. И они будут это делать бездумно и необоснованно, даже не задумываясь о том, имеет там право, власть, там какие-то запреты устанавливать не имеет, есть какая-то там, вот эта вот эпидемия или ее нет. Они не будут об этом думать. То есть у тебя полноценное рабское общество, где люди привыкли исполнять приказания сверху, бездумно и необоснованно. Они к этому привыкли за десятилетия. И ты можешь делать с ними все, что угодно. Хочешь, одень их в маски, притом не просто одень, продай им эти маски. Хочешь, соответственно, одень на них перчатки. Сейчас вот им собираются продавать лекарства от коронавируса за 12 с половиной тысяч рублей. Да, я тоже охуел, блядь. 12 тысяч, гибать, это 5. Весь, можно сказать, как это называется. Себестоимость, мне кажется, 100 рублей, цена 12 тысяч. Давай еще раз. Вот смотри. Вот люди, которые управляют обществом, они очень четко осознают, вот они-то как раз не дураки. Вот те ребята, которые управляют нашим государством, они как раз не дураки. И они прекрасно понимают, что современное общество, оно дошло именно до той стадии, когда это вот лох серебристый, блядь. То есть, вот 90% населения, это вот прямо вот полноценный лох серебристый. И ему можно впарить все, что ты хочешь. Вот этот лох, он готов платить деньги за лекарства от коронавируса. То есть, за лекарства от эпидемии, которые не существуют. Она существовала еще лет 10 назад, я смотрю источники, но опять же, это обычная ОРВИ, там, простуда. Я много раз говорил одни и те же вещи, вот вы никак не можете их понять. 90% людей, вот 90% людей, они живут, как двуногие, говорящие обезьяны. Они вообще не думают собственной головой. Им не надо. Понимаешь, в чем суть? Вот мне мыслить, мешает вот этот весь мусор, понимаешь, который в голову мне за эти все годы наносили. Я сейчас от него избавляюсь и хоть что-то понимаю. Вот эта информация, вот она есть, соответственно. Во-первых, ты ее проверяешь. Это факты? Это вот факты, то, что мне говорят? Или это высосано из пальца? Если это высосано из пальца, все, до свидания. Если это личное мнение какого-нибудь животного, то есть, ну, я не знаю, там, какое-нибудь там личное мнение какого-нибудь телеведущего, артиста, какой-нибудь говорящей головы в интернете, в данном случае ты четко сразу для себя определяешь, что вот этому животному кто-то заплатил денег для того, чтобы он высказал именно это личное мнение. И никак иначе. Покупаются и продается все. Покупаются и продается все и все. И вот из этого всегда исходи. То есть, вот если ты получаешь какую-то информацию из информационного поля, то есть, вот есть общее информационное поле, ты получил оттуда какую-то информацию. В данном случае ты очень четко понимаешь, что ты получил личное мнение человека, которое продиктовано вот этой государственной системой. Если вот это личное мнение несет какие-то факты, несет какие-то логические цепочки, вот эти факты, эти логические цепочки ты можешь взять для своего личного анализа а вот это личное мнение выбросить на помойку а ну да вот именно вот когда вот у большинства людей спрашиваю факты они начинают не факт выстрелять а блять раскручивать под своей фантазии мне откуда у людей факты откуда они не интересуются фактов они интересуются личными мнениями понимаешь вот они 90 процентов людей они пересказывают друг другу личное мнение а вот там какой-нибудь макаревич вот это сказал да блин вот прикольно да а вот ты знаешь а там вот безруков сказал вот совсем другое вот про этому же поводу вот он сказал совсем другое а там вот серега шнуров отметился ну короче как животные мыслят по авторитету и преданию минуток они есть животные то есть данном случае вот это вот работает механизм который работает в животном мире да то есть мы делаем так же то есть вот мы делаем так же как делают лидеры то есть как работает вот механизм в любом стаде баранов вот лидирующая группа баранов куда-то побежала все побежали точно так же у людей вот для любого человеческого стада то есть стадо либералов есть стадо коммунистов есть стадо националистов там каких-нибудь там лдпр овцев там еще какой-нибудь шляпы вот это стадо соответственно вот главный баран что-то сказал соответственно группу поддержки этого стада то есть вот группа поддержки главного барана его высказывание поддержала и все побежали и все бегут в разные стороны. Это как раз то, что требуется власти. То есть власти требуется, чтобы все бараны бегали в разные стороны. Вот эта суета, она никаким образом власти не угрожает. Власти угрожает только одно, когда вот это стадо собирается вместе и начинает топтать власть. Все определяется технологиями. Образ жизни людей определяется технологиями. Культура общества определяется технологиями. Как люди живут, в каких условиях, вот уровень жизни. Вот это все определяется технологиями. В начале 20 века происходит технологическая революция, происходит смена технологического уклада. Старые технологии уходят в прошлое. Соответственно, в прошлое уходит старый образ жизни, старая культура, старые вот эти вот общественные формации. Все это уходит в прошлое. И формируется новое общество на базе уже новых технологий. Еще раз объясняю. Вот у вас вышел трактор на поле. То есть вот банально выезжает трактор на поле. И этот трактор заменяет несколько десятков вот этих вот людей с лошадкой и с сахой. Производительность труда увеличивается на порядке. Количество сельхозпродукций тоже увеличивается на порядке. Себестоимость уменьшается на порядке. Понимаете насколько это огромные глобальные изменения? Старый мир уходит с теми, кто не желает принять нового. Абсолютно правильно. Вот ты сейчас вот очень грамотную вещь сказал. Старый мир уходит вместе с теми, кто отказывается принимать новое. Соответственно, вот управляющий класс того времени, да, вот это вот дворянство, купечество, вот эти попы, вот это управляющий класс того времени. Они не хотели вот этой вот смены технологического уклада, они не хотели новых технологий. Их устраивал тот образ жизни, в котором они жили, потому что они в нем были королями. Этих людей убивают, вешают, топят как котят, вышвыривают за границу. И все. И соответственно, вот на базе вот этой вот расчищенной площадки, то есть вот старый управляющий класс покидывается, формируется новый управляющий класс. Уже под новые технологии, под новые средства производства, понимаешь, под новую культуру. Потому что у тебя культура меняется. Вот если у тебя в девятнадцатом веке крестьяне живут общинами, общинами. Технологии девятнадцатого века, они не предполагают то, что человек может выжить один. Не предполагают. Если это деревня, это община. Да, то есть это общинное земледелие, это общинная соответственно работа. Вот они живут в обществе, работают обществом. Если это соответственно город, это точно такие же общины. Общины. Община, которая работает там вот в этой мануфактуре. Община дворников. Община еще какой-нибудь, община извозчиков. Да, то есть это вот единая община, которая защищает свои интересы. Приходят технологии двадцатого века, начинается технологическая революция, начинается смена технологического уклада. У тебя на поле выезжают вот эти вот трактора с полугом. У тебя соответственно увеличивается, кратно увеличивается в десятки раз объемы сельскохозяйственной продукции. Вот у тебя строятся огромные предприятия. Огромные. Для того, чтобы эти предприятия функционировали, строятся целые каскады плотин, гидроэлектростанций. Везде тянутся вот эти линии ЛЭП. Строятся аэропорты, порты и так далее. То есть, железные дороги везде прокладываются. Дороги строятся, машинки побежали. Да, то есть вот это вот вся вот эта система коммуникации налаживается. Ну да, я понял. Вот меня, знаешь, на данный момент сейчас волнует. Вот я копаюсь в прошлом, чтобы понять. Сейчас на данный момент будущее интересует. Вот придут эти технологии. Какие они будут? И какой уклад жизни будет с этими технологиями у человечества? Ну, опять все полностью меняется. Так же, как сто лет назад. Каждые сто лет у тебя меняется все. Абсолютно все. Вот у тебя изменились технологии энергетики, все, мир поменялся. Как вот был сто лет назад. Вместо парового двигателя появляется, соответственно, электричество, дешевое электричество вот от гидроэлектростанций. И, соответственно, двигатели внутреннего сгорания. И у тебя весь мир изменился, понимаешь? Вот просто как по мгновению волшебной палочки за каких-то там несколько десятков лет у тебя весь мир изменился. Он другой. В ближайшем будущем чиновников много не пригодится. Потому что вот эти вот сайты, госуслуги и прочее, их, думаю, полностью заменят. В строительстве там тоже людей заменят. У тебя нигде нет людей в ближайшем будущем. Вот постарайся понять раз и навсегда. То есть вот в ближайшем будущем мы переходим на тот уровень технологий, где вообще не задействованы люди. То есть это полная автоматизация, это полная роботизация. И людей у тебя нет нигде. Бюджетники тоже вот сейчас, по бюджетникам этих чиновников, менты очень сильно тоже в будущем, в ближайшем сократят. Ты берешь там, например, тех же бюджетников. Ну кто у нас там бюджетники? Учителя. Они все идут нахер с пляжа. Вот вся вот эта вот система образования, она просто уходит нахер с пляжа. Включается онлайн образование. И соответственно, вот у тебя хороший учитель через систему подписчиков будет зарабатывать больше, чем современные поп-звезды. Ну, таких людей будет вот несколько тысяч на все государство. А остальные все нахер с пляжа. Снова возвращаемся к коронавирусу и удаленную обучение, которое уже потихоньку, постепенно... Ну, людей надо приучать, это очевидно. Коронавирус, он решает огромное количество возникших вопросов. То есть почему используется каждый из 100 лет одна и та же технология. То есть как 100 лет назад была испанка, там 200 лет назад была другая эпидемия. Это не суть важна. Смысл в том, что всегда решаются одни и те же проблемы. Во-первых, разделяются государства. То есть вот у тебя для того, чтобы государства развивались в новом технологическом укладе, их надо разделить. Понимаешь? Вот единая мировая экономика, которая вот она сложилась, она стабилизировалась, вот она полностью разрывается, она полностью уничтожается, и она переформатируется на национальные государства. Включается система конкуренции между национальными государствами на базе уже новых технологий. Это работает всегда универсально. То есть у тебя каждое государство применяет вот эти вот накопившиеся за 20 век технологии. И соответственно вот эта конкуренция, она становится космически быстрой. То есть здесь принцип очень простой. Вот у тебя одно государство начало новые технологии применять, это автоматически означает то, что вот все товары в этом государстве начинают дешеветь. Все товары в этом государстве, их становится в десятки раз больше, они становятся в десятки раз дешевле. Все остальные вынуждены конкурировать. И включается вот эта конкуренция. Одни вперед побежали, тут же сразу за ними побежали другие. И те, кто не успел, оказываются в самой жопе, и ты хрен потом из нее вылезешь.